пашка и машка или наташка не знаю кто там родился но пусть будет машка вторая черепу пенсия у нас вылупилась еще две будут растут тоже маленькие по писяшки тут пашка наташка машка и кто там еще последний у нас остался я не помню подожди пашка сашка маша сашка вот еще одна черепу пенсия вылупилась это значит что что у нас уже два щитка катюха еще немножко мы с тобой уже сможем стать аквалангистом его такими небольшими нужно как писали в комментах по поводу коммента рим в каждый 7 что 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 мы читаем их если бы не эти комментарии мы наверное даже с места бы не сдвинулись вот именно если бы не вы не ваши иногда полезные иногда не очень комментарии то мы бы реально вообще никак бы здесь не смогли даже существовать прикинь что писали то что вот этот шлем с помощью щитков, которые мы сможем скрафтить, вот этот подводный, он дает подводное дыхание всего лишь на 10 секунд. А, да? То есть это, можно сказать, он даже бесполезный. У нас сегодня с Екатериной много заданий. Кто смотрел предыдущую серию, тот знает, что сегодня мы отправляемся за поисками картографа. Ну, чтобы потом в будущем найти особняк. И еще, Катюха, знаешь, что бы с тобой занубили очень сильно? Ну? Да ты можешь подвинуться, задница жирная, я из-за тебя не могу на сундук нажать. Вот так. По поводу картографа. Добываем вот этот картограф, который блок картограф. И идем в какую-то деревню. Как подписчики писали в комментах, картограф, то есть вообще какой-то определенный человек, там, фермер, кузнец, картограф, там, мамина мама и прочее-прочее. Священник. Священник. Спавнится в деревнях только тогда, когда у него есть место для работы. А мы стол картографа украли вроде вот с той деревни. Помнишь самую первую деревню, где мы с тобой рейд проводили? Да. Вот. Подожди меня! Ну-ка. Давай, давай, быстро, ты никогда не успеваешь, честное слово. Я тебя жду. Так ты даже не предупреждаешь, блин. А ты должна читать мои мысли. Я вообще сама непредсказуемость, понимаешь? Я беру и прыгаю и уплываю. Все. Я его брюх выкинула. Я его брюх. Подожди, то есть хочешь сказать, что мы с тобой скоммуниздили стол картографа, и поэтому он там даже не появляется, потому что ему нечем работать? Негде работать. Да, негде работать. Но проблема в том, что мы сами в любой деревне с тобой можем забабахать картографа. То есть нам с тобой просто нужно скрафтить стол картографа, прийти в какую-то деревню, принести им вот такой подарочек предновогодний, поставить куда-то, и картограф сам появится, понимаешь? Сразу же? Ну не сразу же, скорее всего, ему там нужно будет обучиться там всяким мастерствам картографа, но со временем. То есть мы не сможем сейчас сразу найти их? Я не знаю, Катя, тоже первый раз в жизни все это делаю. Сейчас приплывем туда и сами все посмотрим, все. Если сейчас подписата опять что-нибудь сказала не так, я обижусь и больше не буду играть в Майнкрафт. Угрозы! Вы посмотрите, какие угрозы, ребят. Молитесь, пожалуйста, чтобы вы все правильно сказали, потому что Катя сказала, что больше не будет играть в Майнкрафт. Ну ладно. Ай! Ааа, прямо, прямо в сердце! А, ааа, не попал! Не попал! Не попал! Не попал! Все, тихо! Я богата! Я богата! Я богата! У меня 59 изумрудов! 59 изумрудов! Я просто могу вот так вот сделать, ой! Эй! Эй! Круто! Эй! Ты куда? Пошли-пошли! Держи гребочек и пошли! Вот она! Вот она! Вот она! Это деревня, где мы с тобой, Катюха, считаемся героями! И именно здесь впервые мы спасли задницы всех жителей. Это было давно и неправда, но зато было. Так, здравствуйте, Катюх. Куда... Картограф! Картограф! Кар-то-граф! Тогра-крафт! Ты хотя бы слово скажешь в этой жизни или мне продолжать гореть картограф? Это был он? Это был он. Это вот это? Ты чё спишь? Вставай! Вставай, на работу пора! Закрой дверь, закрой дверь, чтобы он отсюда даже не выбежал. Подожди. Так, всё. Подожди, мы тебе... Отойди, отойди, отойди. Мы тебе стол принесли, чтобы ты работал, молодой человек. Он уже был в деревне. А почему мы его не заметили с самого начала? Я не знаю, может, так плохо смотрел? А может, подожди. А может, ты так плохо смотрел? Мы же не смотрели здесь. Мы в этой деревне в первую очередь были. В начале нашего сезона, Катюха. Да, но нам же тогда не нужен был картограф. Мы даже и не задумывались об этом. Кстати, да. Мы же тогда даже не смотрели на профессии этих жителей. Ладно. Короче, для того, чтобы его качать, нужно с ним торговать. Чем больше торгуешь, тем больше он прокачивается. Там примерно где-то на четвёртом уровне прокачки у него появляется специальная карта. Там, какие-то лесов и сокровищ. Именно с помощью этой карты можно найти тот самый особняк. Дай сюда, дай сюда. Забрудаем. Не, я хочу первое, я первое. Не надо с ним торговаться, подожди. Зачем ты больше ему чистую... Зачем ты чистую карту будешь за 7 изумрудов покопать? Ты тури модно? Так, а как надо? Ну, мы пойдём домой, сделаем много бумаги. И вот за эту всю бумагу мы, наоборот, будем покупать изумруды. Зачем мы будем покупать за изумруды бумагу, если можно наоборот? Отлично. Хорошо. А у нас же много тростника, да? Из тростника делается бумага. Вот именно, вот именно. Поэтому давай, выбрасывай. Давай. Держи. Спасибо. Больше я тебе их не дам подержать. В руку. Добываем как можно больше бумаги, возвращаемся, торгуемся на 4 уровне, забираем карту. Всё очень просто и всё понятно. Пошли-ка. Погнали. Ты в окно хочешь выйти? Я в окно только выхожу. Давай. Ну, типа я его здесь закрою, чтобы он с этого дома не выходил. А то, возможно, здесь опять будет какой-то зомби апокалипсис, да, и мы его просрём. Поэтому пускай он здесь будет заперти, и никто к нему никогда не зайдёт. А, то есть он не сможет убрать сейчас этот стол и выйти тоже не сможет? Ну, я надеюсь, что нет. Поэтому всё, давай, потопали. Ты какой-то человек одёр. Ломятки, ломятки, пошли к ломяткам, быстрее ламы, ламы, пошли к ним. О, свиня. Я тебе предлагаю в этой серии приручить ламу. Вот или маленькую, или большую. Хотя маленькую мы вряд ли сможем приручить. Я сразу предлагаю большую приручить. Если мы, конечно, сможем это сделать. А у нас же поводка нет, да? Надо было с чебурака снять поводок. Надо было с чебурака. Так, подожди. Зато первая фаза приручения ламы. Подписчики вроде как-то учили. То есть надо сделать то ли коврик. Вот коврик, подожди. Вот коврик. Тут лама, у меня маленькая лама упала в эту шахту. Подожди, подожди. Ааа, стой на месте! Кать, помогай, 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 помогай. Он меня вроде держит пока, вроде держит. Держи! Стой на месте, только не плюйся, пожалуйста, стой на месте. А как его приручить? О, всё, приручил. Да, всё, приручил. Белый ковёр, смотри, я на него ковёр нацепил. Ля, какой красивый, прям флаг Италии какой-то на нём появился. Я тоже хочу ламётку. Это, конечно, всё очень хорошо, что мы смогли приручить эту ламу. Но как нам её доставить домой? Ей уже управлять нельзя. Надо с помощью поводка тащить. То есть можно не только сидеть? Да, вот, я только сижу. Бесполезная лама. Я реально не могу её управлять, она только сидит, вот всё. Я просто оставлю эту ламу, пускай она будет такая красивая. Единственная лама на районе, которая ходит в таком модном прикиде. Хватит плеваться! Итальянский ковёр. Итальянский ковёр. Эй! Я случайно плюнул на стол. Их три ламяки. Я хотел стародировать ламу, случайно плюнул. И на кран плюнул. Так, это пауза. Я сейчас, я за тряпкой сейчас я приду, подождите. Аааааааааа. Музыка. 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 Всё, я тут. Теперь я буду называть тебя верблюдом. Так, вам это, конечно, всё хорошо, но у нас цель другая, нам нужна бумага, поэтому пойдём. Нам нужна бумага, потопали домой, но мы в реальность можем добыть такое большое количество бумаги за одну серию, поэтому мы будем её накапливать, 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 и, скорее всего, где-то в следующей или следующей-следующей серии мы сюда обратно вернёмся. Наш картограф... Думаешь, нам не хватит? Там, Кать, там 24 бумаги, всего лишь один изумруд, нам намного больше надо, поэтому, как только видишь, вот, вот, тростник, сразу весь руби под корень. Понимаешь? Давай. Да, давай. На другую сторону плыви, домой. Давай, 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 давай. А чтобы сделать бумагу, нужно полностью, да, в верстаке всё заполнить тростником. Нет, три тростника в ряд, и получается вроде три бумаги. Так нам хватит сейчас даже на... Да не хватит! Ну нам на два изумлюда хватит! Ну и чё, ты там нужно изумлюда в 10, чтобы хотя бы один уровень прокачать. Кать! Так мы можем... Ну ладно. Короче, короче, короче. Екатерина. У меня для тебя есть небольшой такой челлендж. Давай, засаживай. Засаживай. Засаживай свою задницу в лодку и поплыли. Естественно, то, что подписчики никогда не хотят оставить нас в покое. Они придумывают всё больше и больше челленджей нам в комментариях. И под предыдущей серией, кстати, по поводу предыдущей серии, там, где мы приручили кого, Кать, или осла, или я не помню, короче. Вот предыдущая серия. Тыкни на её прям со всей силы и обязательно посмотри, если ты её ещё не видел. Мы уже столько приручили всяких разных живностей, что я уже не помню, кто у нас есть. Наша самая главная задача в этом выживании приручить каждое животное, которое только возможно. Мы ещё с тобой можем приручить попугея, мула, и, короче, ещё много там всего. Поэтому у нас с тобой, Кать, ещё интересное будущее в Майнкрафт. По поводу челленджа, знаешь, что нам нужно сделать? Только не очубей, пожалуйста, от того, насколько сложно это сейчас будет. Ну, я думаю, что не сложно, но всё же Кать это первый раз в жизни делает. Ну, давай, я жду. Короче, нам нужно сделать так, чтобы скелет своими стрелами убил крипера. То есть нам нужно заставить их как-то дрю-дрюкаться между собой. Ну, в смысле, биться, стреляться. И если скелет сможет убить крипера, тогда из крипера выпадет пластинка. А пластинку можно запиндюлить в нотный блок. Вот это музыкальный проигрыватель. И тогда будет играться какая-то музыка. Понимаешь? Ничего не понимаешь, да? Нет, я вообще сейчас ни слова не поняла, что ты сказал. Если быть честной. Короче, заставляем скелета передрюкаться с крипером. Ну, хорошо, чтобы никто ничего плохого не подумал. В смысле вот это, забоксироваться друг с другом. Если мы их заставим, если скелет сможет победить, тогда с крипера выпадет пластинка. Диск! Музыкальный! Я сделала бумагу. Держи. Для кого я это сейчас всё рассказывал? Я ничего не понимаю, какой крипер, какой скелет. Я сделала бумагу. Я сделала то, что мне нужно. Поэтому оставь меня со своим диском, пожалуйста. Всё, да, ты большой молодец. У нас 45 бумаги. Это значит, что нам хватит всего лишь на 2 изумруда. Но это будет в следующей серии. Короче, Кань, смотри. Мы с тобой дожидаемся ночи. Как только будет ночь, мы с тобой отправляемся в небольшое путешествие. Чтобы убить крипера скелета. Ага, хорошо, до свидания. Она вообще ничего не поняла. Вот слова даже не поняла. Пашка и Наташка, или Машка, или Сашка, как вас там зовут? Вы это слышали? Вы это слышали? Кстати, надо перекрасить чебураком. А то Катя опять ему тут розовый ношейник сделала. Вот так, будь так. Красивый мальчик, красивый. На, покушай. Вот, сырую говядину, вот так. Молодец, молодец. Иди сюда. Смотри. Ты опять ему покрасила ошейник. Ай, не стреляйся, я хочу... Плохая девочка, плох... Не бей меня. Плохая девочка. Ну меня опять нет красителей. Ну зачем ты портишь моего чебурака? Он хотел у папы... Кто сказал, что я его порчу? Ты что так орешь, животное? Ну в смысле, он хотел быть у меня мальчиком, а уже несколько раз становится девочкой. Он мальчик, просто он стильный. Все. Пойдем твой челлендж там выполнять какую-то странную, которую я серьезно не... Челлендж... 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 Что ты сказала выполнять? Челлендж... А когда мы на лошадках поскачем, пойдем челлендж выполнять на какашках. На какашках! Боже... На коняшках! Я хотел вам сказать, что я на коняшках сказала на какашках! Дайте гибан, пожалуйста, кто-то. Я не знаю, с кем я встречаюсь. Почему ты такой... Ой. Почему ты такой странный человек? Я странный. Ты странный. Запрыгивай в лодку... Я странный. Запрыгивай в лодку и потопали. Когда хотел сказать на коняшках, случайно сказал на какашках. Ладно. Но это Катя, тут все понятно. А можно вопросик? Ну, давай, попробуй. Вот этот челлендж, вот тут вроде как я поняла, что нужно скелета направить на крипера, да? Все верно, да, все верно. А как мы будем это делать? А вон, кстати, келеты, скелеты и скриперы. Тут келеты, Катя сегодня разговаривать не умеет. Тут у нас и келеты, и криперы, поэтому, пожалуйста, Екатерина, очень и очень и очень аккуратно делает только то, что я тебе скажу. Хорошо? Можно я ничего не буду делать? Ай! Помогай, 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 помогай! Надо сначала обезопасить всю эту территорию, только потом выполнить челлендж. Нам нужно оставить одного крипера, одного скелета? Подожди, стой на месте, стой на месте. Сейчас нужно подготовить небольшую такую зону. Защищай меня, пожалуйста, сзади Игорь идет. Какой Игорь? А, Игорь, здравствуй! Надо вырыть, надо вырыть подземный тоннель. Вот смотри, я его рою, да? Ты роешь? Я рою. Потом, криперюга, иди сюда, пожалуйста, иди, давай, 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 заходи, 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 заходи. Да куда ты? Обратно! Обратно по писякам! О, Катя, вали отсюда, текай с городу! Мистер Крэппо! Мистер Крэппо! Не надо... Не взрывайся, не взрывайся только. Тихо! Не надо взрываться! Так, отойди, 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 отойди. Ребят, 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 ребят. Сейчас я бегу этой, заманю каждого из них. Пацаны, давайте за мной, пожалуйста, давайте, давайте. Игорь, здравствуйте, молодой человек. Там Крэппо! Мистер Крэппо! Мистер Крэппо! Лама! Опять ты сюда приперся! Вы... Вам что, жить надоело, что ли? Вы хотели вообще под замес попасть? Как только я заманю скелета в яму... Иди сюда. Вот, вот сюда. Он подойдет сюда, поставь сзади него блок, чтобы он не смог выбраться. Сможешь сделать это? Не поняла. Что сложного? Скелет упадет в яму, поставь сзади него блок, чтобы он не смог выбраться. Все. Ладно, хорошо. Давай, 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 давай. Кто-то один из вас, короче, Катюк, заманиваю крипера, сразу за ним ставь блок. Отойди, отойди, отойди. Иди сюда, иди сюда! И взрывайся! Стоп-блок, 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 и текай! случайно заманил туда ламу ничего страшного я думаю а чё они там он час ламу убьют что ты делаешь то почему так за только не вообще здесь оказались эти ламы зато поводок выпал я не знаю зачем сюда ламы пришли я не знаю зачем сюда этот житель пришел на моих принципе даже не звали они сами упали в эту яму не слишком какие-то дотошные просто там еще и зомбарь упал туда вниз да вы издеваетесь ну давайте сейчас до самую большую тусу здесь устроим да я просто крипера хочу убить вот и все ты понимаешь не всех уже туда позвали давай 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 миленький мой еще пару разочков за пиндюль давай еще и еще давай 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 прям в меня целься ну смысле не в потолок а в меня давай о еще один раз молодец как-то так выпала пластинка пластинка 418 смотри какая красивая мы тобой 100 больше сделаем музыкальные блоки после это будет дома музыку с вилкой слушать какая-то музыка я не знаю да это через был от подписчиков первую очередь и как бы второе то что у нас с тобой есть сейчас пластинка музыкальная проигрыватель надеюсь на сегодня каких-то странных вещей хватит этому сегодня какого-то картографа нашли какие-то там бумаги делали ничего не понятно диски какие-то челленджи что все на этом но если больше подписчики ничего странного не придумают мы с тобой не будем никакие челленджи йохан и бабай какие челленджи выполнять то принципе до странности на этом заканчиваются я выкладываю эту пластинку среди серии мы послушаем музяку и почему в следующий но потому что сейчас мы с тобой ничего не будем делать так же как и в следующей серии мы наторгуемся уже с торгашом вот этим картографом и добудем себе карту то есть мы вот из-за этого картографа там какую-то карту он нам даст и мы потом пойдем искать особняки какие-то дорогие большие особняки да вот и все самое главное это нам надо будет расширить черепашкам до смотря не уже друг на друге лежат на место понимаешь когда их 4 4 будет как они тут уместятся ну вот так друг на дружку друг на дружку вот будут просто многоэтажку такую строить уже двухэтажный черепаший гамбургер как обычно у меня екатерины и у розовенького нашего любимого чебурака еще очень много планов жизни все эти планы нужно осуществить как можно скорее дай нам знать комментируют новую серию выживания а я обещаю то что мы ее запиндюлим как можно скорее лишь для тебя только не пищи никаких челенджей пожалуйста все равно ничего не понимаю хорошо напиши то вообще какой-то попыток уйдить чтобы у катюхи башка обзорвалась и мы не пиши вот пиши только попробуй да и